Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Шалам-Алейхам! На этой неделе в соответствии с еврейской традицией изучается недельная глава, которая называется Тецаве. Это недельная глава отрывок истории из пяти книжей Моисеева, книга-исход, начиная с 27 главы 20 стиха и заканчивая 30 главой 10 стихом. В нашей недельной главе продолжается описание Мишкана, скинии, как ее называют по-русски. При этом описание дается Моисею очень детальное, очень точное. Так, в нашей недельной главе мы находим информацию об оливковом масле, которое должно было использоваться для Минары, об одеждах священников и всяких атрибутов, которые сопутствуют их одеяния. Здесь мы видим детальное описание ритуала помазания Аарона и его сыновей на священство, а также заповеди о ежедневном жертвоприношении и устройстве жертвенника. Но давайте перейдем непосредственно к тексту. Книга-исход, шмот, 27 глава, 20 стих. Ты же вели сыновьям Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое масло, выбитое из маслин для освящения, чтобы зажигать лампу, горящую постоянно. Прежде всего хочу обратить наше внимание на слово вели. Дело в том, что в еврейском языке используется слово Тецаве, то самое слово, которое дало название нашей недельной главы. Слово произошло от того же корня, что и слово Митцва, что значит заповедь. То есть, по сути, Бог говорит Моисею, что он должен заповедовать Аарону и священникам брать такое масло. Медраш Агадоль дает на этот факт такое толкование. Дело в том, что использование слова Митцва означает, что это действие, которое должно совершаться всегда и не может быть прекращено ни при каких обстоятельствах. Что же это за действие такое? Текст нам говорит о том, что необходимо зажигать лампу. Это не буквальный перевод. Буквальный перевод был бы так. Зажигать, возносить. Ибо здесь используется слово Леалет, что значит возношение или поднимание. Таким образом, мы понимаем, что речь идет о действии, связанном с возношением к Богу. Можно привести в качестве примера жертву, которая в русском языке называется жертва всесожжения, а на еврейском языке она называется курбан-аля. Здесь стоит то же самое слово, которое указывает на то, что эта жертва полностью возносится к Богу. Что же должны были зажигать священники? Мы с вами читаем, используется слово Нер-Тамид. Это можно было бы перевести как свеча постоянная. Именно так с древних времен было принято называть Минару. То есть получается, что Маше заповедует Аарону и священникам постоянно зажигать Минару. Мудрецы учат, что основное назначение Минары это показать еврейскому народу, что Господь находится с ними, среди нас. В тексте мы с вами прочитали, что для этих целей должно было быть использовано оливковое масло. Дело в том, что оливка это очень необычное дерево, можно сказать, очень тесно связанное с еврейским народом. Достаточно привести такой пример. Сегодня именно ветки оливкового дерева находятся на гербе Израиля. В чем же особенность этого дерева, помимо того, что оно дает замечательное масло? Дело в том, что это дерево очень трудно уничтожить. Если останется хотя бы корень, а все остальное будет срублено и уничтожено, будет достаточно начать поливать это дерево водой, и оно снова возродится, и через какое-то время снова начнет плодоносить. Подобно как еврейский народ возрождался из корня уже многократно. При этом текст нам говорит, что использовать для Минары можно не всякое масло. В нашем тексте используется слово «зах-катит». Собственно говоря, это два слова, которые переводятся как «чистое масло». Словом «зах» называют самое первое масло, которое получается при начале отжима. Такого масла очень мало, и оно является самым дорогим. Слово «катит», которое в принципе переводится как «чистое», но здесь нужно указать вот на какую деталь. Дело в том, что слово «катит» означает «чистое», но если в русском языке что-то было грязным, и его очистили, и оно снова становится чистым, то в еврейском языке по отношению к тому, что было очищено от грязи, уже нельзя использовать слово «катит». Это подобно как тому, как девственность является чистой, но после ее потери прежнюю чистоту нельзя вернуть уже никогда. И разумеется, здесь возникает вопрос. Если это масло предназначалось для того, чтобы оно просто сгорело, то зачем же нужно использовать именно такое дорогое и самое чистое масло? И действительно, человеческая природа, наш Иецер Ра, диктует нам принцип «на тебе Боже, что нам не гоже». То есть, если это все равно сгорит, и если это никому не нужно, то какая, собственно говоря, разница? Однако, эта заповедь учит нас отдавать Богу самое лучшее, самое важное, самое ценное из того, что мы имеем. Я должен напомнить, что минора является символом присутствия Божия, символом его славы и символом его величия. Именно поэтому для нее нужно было определить то, что являлось самым ценным. Далее в 28 главе мы видим с вами описание одежды священников. Первый элемент, который здесь упоминается, это ифот. По форме он очень похож на фартук, одетый наоборот. Он должен быть соткан из различных нитей, и на плечах у него было два прямоугольных оникса. Это такие драгоценные камни в золотых оправах. Второй элемент это хошен. Это табличка с драгоценными камнями, которую первосвященник носил на своей груди. Далее мы видим с вами мантию. Это своеобразная длинная рубаха из голубой шерсти, которая на подоле была вышита золотыми колокольчиками и гранатами из различных нитей. Далее мы с вами видим венец. Пластина из чистого золота с выгравированным на нем словами святыня Господу. Дальше мы видим с вами клетчатый хитон, после чего вышитый пояс, дальше льняные штаны и в заключении круглый головной убор, который называется мецфет. Этот головной убор выражает связь священника с духовным миром. Некий прообраз сегодняшней кипы в еврейском народе. Наверное, по каждому из этих элементов можно было бы говорить достаточно долго. Но сегодня мне хотелось бы найти ответ на вопрос, а зачем, собственно, священникам понадобились какие-то особенные одежды. Давайте вместе с вами прочитаем текст. Исход, Шмот, 28 глава, 1 стих. «Ты же приблизь к себе из числа сынов Израилева, твоего брата Аарона, и с ним его сыновей, чтобы они были мне священниками, Аарона и его сыновей Надава, Авегу, Лизера и Тамара». В начале этого стиха мы прочитали с вами слово «приблизь». В еврейском языке здесь стоит слово «акрев». «Акрев» имеет тот же самый корень, что и слово «жертва». Подобно как жертва приближает человеку к Богу, так и одежды священника должны были приближать его к Богу. Но для чего? Господь говорит в нашем тексте, чтобы они были мне священниками. Если читать эти слова на иврите, то они звучат так «ли кагано ли», то есть «для священства мне». То есть Господь, по сути, говорит, что назначение этих вещей в служении ему, Богу. Второй стих мы с вами читаем такие слова. «Сделай твоему брату Аарону священные одежды для почета и великолепнее». В подобном миноре, как мы с вами прочитали, одежда священников тоже является символом величия и славы Божьей. Интересно, что в первом стихе 28 главы мы с вами прочитали, упоминаются четыре сына Аарона. Почему только четыре? Цифра 4 является символом всего мира, ибо четыре стороны света. Отсюда и следует, что храм с самого начала задумывался как место, из которого свет должен исходить не только для сыновей Израиля и еврейского народа, но для всего мира. Именно поэтому Исаия пишет в своей книге «Храм мой домом молитвы наречется для всех народов». И он таковым и стал, ибо план Божий изначально был направлен не только на еврейский народ, но и на всех людей, живущих на земле. И поэтому для священников нужны были очень особенные одежды, которые и были созданы по воле Божьей. Вот такая недельная глава, вернее, та часть, о которой я планировал поговорить именно сегодня. Да благословит вас всех Господь! Бощем еще Машеях! Амин! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!